Доброго времени суток, дамы и господа! В нашей замечательной с вами игре более 700 маунтов. Максимальное достижение дается всего лишь за 500. Само собой, при выходе нового дополнения появляются новые маунты. Какие-то лутаются довольно-таки быстро, какие-то тяжко, какие-то маунты требуют прохождения славы рейдера, славы героя, где-то нужно какие-то реагенты подсобрать, а где-то нужно получить определенную планку репутации. Рассмотрим сегодня абсолютно всех маунтов, не будем прям детально чекать, откуда они вылутываются, что для этого нужно сделать. Просто обратим внимание абсолютно на все модельки, и вы хотя бы для себя примерно сделаете вывод, какие модельки интересные, что вам захочется пролутать и к чему вообще стоит стремиться. Видео поделим на две части. В первой части видео я покажу тех маунтов, которые на текущий момент на ритейле можно отобразить. Вторая половина видео, я захожу на бету, и уже конкретно на бете показываю этих новых маунтов, которые даже не показаны на ритейле, на текущем лайв-клиенте. Поехали. Используя модификацию под названием Mount Journal Enhanced, я могу просто-напросто на Dragonfly доставить галочку, и будут показаны все Dragonfly-овские маунты, которые на текущий момент имеются в ритейл-клиенте. Первый — это потусторонний издовой выдрюк, дающийся за 500 маунтов. Далее. Воздушный велоцедракон, горный вивернодракон, драконногорье, здоровый продракон. Мы получим, как я правильно понимаю, их всех при прохождении основной сюжетной кампании Dragonflight. Я поиграл немного на бете, и здорового продракона дали вообще на 20-30 минуту, и уже можно было летать. Далее. Багровый варквин, бронзовый варквин, бронированный величественный варквин, бронированный силовой варквин, бронированный стремительный варквин. Есть они еще где-то. Сапфировый варквин. И обсидиановый варквин. Такие вот у них расцветки. Окей, хорошо. Далее. Бурый выдрик-разведчик. Очередная выдра, еще одна. То есть выдры у нас будут не только за ачиву на 500 маунтов, а вот она еще одна. Известность 24. Торговец тату, зона искара. Искара, искара. Искара, наверное. Гермоспин путешественника Яша. Зеленая стрекотуха. Лазурная стрекотуха. Оплетенный ткач снов. Тоже считается драгонфлайвским маунтом за издание Героик Эдишн. Прирученная стрекотуха. И Теликс Бурерок. Является промо-акцией за 12-месячную подписку. То есть только этих маунтов мы можем глянуть на ритейл-клиенте. Это мало. И примерно столько же имеется на бета-клиенте. Переходим туда и рассмотрим их более детально. 64 уровень. А я летаю. Это реально удивительно. И просто даже немножко как-то не вписывается в политику Вова. Обычно мы там должны были ачивы делать с целью того, чтобы летать. А тут вот энергия. Летаем, взлетаем, ускоряемся. Выглядит это все, конечно, круто. И атмосферно. Жалко, что аддон тут не работает. Но все равно некоторые фильтры можно снять. Промо-акция, коллекционная карточная игра и внутриигровой магазин. Эти галочки я сниму. С целью того, чтобы поиск был хотя бы как-то поинтереснее и лишних маунтов не было. В этой части видео мы рассматриваем только тех маунтов, которые на ритейле не представлены. Первый из них это штормовой бронидон. Дается за мастера ключей Dragonflight первого сезона. У него какая-то анимация слишком маленькая, слишком мелкая для такой большой животинки. То есть я просто жму пробел. Маунт спешл, трюк, называйте это как хотите. И он вертит головой. То есть никаких-то взрывов, закопок, вообще ничего нет. Максимально какой-то простой маунт. Грустно его видеть таким, надеюсь что-то переделают хотя бы. Второй маунт во второй половине видео. Божественный поцелуй Онары. Приносим определенные реагенты птичке. Нам дается предмет, маунт. И как я правильно понимаю, мы превращаемся в эту призрачную птицу. Что ж, должно выглядеть красиво. Выдрик искарского торговца. У этого маунта довольно-таки интересная цена. На 389-е ожерелье и 395-е ожерелье. Кто-то ходит в рейды, чтобы одеваться, а кто-то будет выменивать шмотки на получение маунта. Окей. Следующий маунт это вьючный равнинный мамонт. Событие в открытом мире охота кентавров. Награда за первую в неделю. У него нет торговцев. Очередной мамонт просто красивый, интересный и перерисованный. Магма-панцирь. Лавовая улитка. Мы, конечно, крафтили улиток в протосинтезе, но это выглядит намного интереснее и намного красивее. Освобожденная лиса Виверна. Если взглянуть на это лицо, может показаться, что это вульпера. Но это не вульпера, это лиса Виверна. Мрачная моделька, серенькая такая, на любителя. Отто. Выдра, которая дается за задание путь к сердцу Отто. Возможно, придется сделать какие-то квестлайны. Возможно, нужно будет принести какие-то реагенты. Не в рамках этого видео мы будем рассматривать, как получать этих маунтов. Мы просто смотрим на их модельки и кайфуем, наслаждаемся. Красивая выдра небесного цвета. Видно даже рыбацкую сеть на хвостике. Удочка. Да, это удочка. Очень интересная выдра, прикольная. Выдрик торговца. Очередная выдра, которая имеет уникальную цену. А именно, палец 250 в этом левелах. Еще один палец 250 в этом левелах. И еще один палец 250 в этом левелах. Это будет довольно-таки легко в получении, по крайней мере. То есть, похоже, это пальцы с каких-то просто донжей. Возможно, и там левел криво прописан. Но, по крайней мере, это хотя бы не рейдовый лут. И на этом спасибо. Преданный магма мамонт. Вот это, я реально понимаю, мамонт. В нем чувствуется вся мощь абсолютно. Он кипит, он бурлит, и он реально мощный. Его очень хочется пролутать. Птенец, добывающийся с яйца. В зоне равнины Онары. Мы именно в этих равнинах на текущий момент и находимся. Интересная птичка. С довольно-таки приятной раскраской. Что еще про нее сказать? Птица как птица. Идем дальше. Свирепый саблезуб. Пвпшный альянсовский маунт. Шипы лавовые. Броня альянсовская. Черепушка. Мощная черепушка. Что еще нужно Пвп-маунту для счастья? Ничего. Штормовая саламонтера. Цена? 2000 энергии стихий. Как быстро будет фармиться эта энергия? Нужна ли она еще на что-то? Вопрос довольно-таки хороший. Но, наверное, сначала нужно максимально усилить персонажа, а уж потом покупать различных маунтов. На текущий момент это все в меню просмотра маунтов. Но у нас же еще имеются маунты за ачивы. Почему-то их тут нет. Но если открыть подземелья и рейды, если листануть ниже, и слава герою Драгонфлайт напишет нам награду Шеллак. Это очередная лавовая улитка. Не знаю, почему ее нет в меню просмотра маунтов, но тут в наградах она числится. Слава рейдеру Хранилище воплощений. Хранилище воплощений — это первый рейд, дополнение Драгонфлайт. И награда свирепый Магмонт. Не Мамонт, а Магмонт. Они любят менять название. Компания Blizzard кайфует просто от этого. Что ж, еще один Мамонт. А за славу героя — улитка. Хорошо, хорошо. Что могу сказать насчет маунтов? Мне очень нравится лавовая тематика. Это просто гениально. Это довольно-таки кайфово впишется для любого абсолютно класса. Если еще сделать какой-нибудь трансмог с литерейной клана Черной Горы, например, с молотом Черная Рука, то это будет смотреться мощно, это будет смотреться стильно, и это будет внушать страх. Я уверен в этом. Какие маунты нравятся вам из всех предложенных? Жду ваши мнения в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!